Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным местам священного Писания. И сегодня мы, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 10 глава, 13-14 стих, зададимся вопросом, почему Христос настаивал, чтобы грудных детей приносили к Нему, и они сами, которые могли уже немножко ходить, приходили к Нему. Давайте прочитаем этот текст. Евангелие от Марка, 10 глава, 13-14 стих. «Приносили к Нему детей, приносили – это значит грудных, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих, потому что создавался шум, толкотня, детский крик, и не всегда можно было расслышать проповедь Христа. Ученики же не допускали приносящих, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Здесь обобщающие детьми называются и тех, которых приносили, груднички, и те, которые могли прийти сами, как здесь мы прочитали, «пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им». Почему так важно, чтобы не только взрослые, но и дети приходили бы ко Христу? В Писании сказано, что дети освящаются родителями, то есть мы освящаем друг друга. Неверующий муж освящает неверующую жену, верующая жена освящает неверующего мужа, и дети наши освящаются через нас. Но лучшая форма освящения – это когда мы приносим их ко Христу. Когда рожденные дети приносятся к священнику, наречение имени происходит, очищение на сороковой день, крещение ребенка. Почему важно крестить и детей? Ведь мы крестим в оставлении грехов. Смотрите, Псалом, 57 стих, сказано, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Хотя родители царя Давида были вполне благочестивые люди, но зачатие было не без страсти и похоти, а роды не без раздражения. Иногда это связано с крайним нетерпением, поэтому сказано, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, и есть чин освящения на сороковой день». Хотя рождение детей – это благо. Сказано, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но почему же мы крестим детей? В книге «Бытия», 17 глава, 12-14 стих, мы находим такие слова. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть даже по отношению к обрезанию, которое только преобразовывало собою крещение детей и указывало на него, сказано вот с такой строгостью, «Истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть если не совершается обрезание. Как я уже сказал, обрезание, оно преобразовывало собой крещение. И в послании к Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих, мы читаем, «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». И в книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, что когда народ умилился от проповеди апостола Петра, Петр призвал креститься всем, чтобы всем, взрослым и детям, приобщиться к обетованию о Духе Святом, которое было через пророка Иоиля. Книга «Деяния», 2 глава, 37 по 39 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им «покайтесь». Ну, понятно, что покаяться могут только взрослые. «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». О крещении он говорит немножко иначе. Каждый должен креститься. И поясняет, почему. «Для прощения грехов». А мы знаем, что человек в беззаконии зачинается и рождается. «И получите дар Святаго Духа, обетование пророка Иоиля. Ибо вам принадлежит обетование о том, что после покаяния кто-то после крещения, если он не может каяться, примет Духа Святаго. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш». И мы знаем, в общем-то, обычных людей, которые были освящены Духом Святым еще в очреве своей матери. Это пророк Божий Иеремия. Смотрите, первая глава книги Иеремии, пятый стих. И Иоанн Креститель. Смотрите, Евангелие от Луки, первая глава, пятнадцатый стих. И, конечно же, очевидно, Пресвятая Дева Мария. Она тоже была освящена в очреве матери, иначе бы мы не праздновали бы Рождество Пресвятой Девы Марии. Но в православном понимании, в отличие от католиков, она родилась так же, как каждый из нас, в беззаконие зачатые. Имеется в виду не без похоти родителей, поэтому она нуждалась в освящении, которое получает прямо в очреве своей матери. Иначе бы Рождество ее считалось бы греховным событием, а греховные события церковь не отмечает и не празднует. Таким образом мы видим, что дети должны приходить ко Христу, что не надо препятствовать детям. Иногда родители занимают как бы нейтральную позицию, они говорят, вырастет и сам решит, стать ему христианином или нет. Но есть устоявшаяся практика у христиан трех направлений. Это у православных, у католиков, у протестантов. Я имею в виду протестантов, а не неопротестантов. Крестить младенцев. То есть это очень древняя традиция. Ее придерживаются римокатолики, лютеране, православные христиане. И она основывается на учении отцов церкви и на священном писании, в том числе и на тех словах Христа, которые мы с вами сегодня слышали. Давайте прочитаем их снова. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть после того, как они очищаются, они имеют доступ в небеса, радость общения с Богом, как ангелы. Если дети умирают, они становятся как ангелы на небесах. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя! Продолжение следует...